Государство должно отстаивать свои интересы, свою правоту и внутри себя, перед своими гражданами. Их нужно убеждать в том, что то, что делает государство, это правильно. И надо отстаивать свои интересы перед другими странами. Это очень сложный процесс, но, тем не менее, это постоянно. Это как езда на велосипеде. Это нужно делать днём и ночью. Или вы убеждаете своего брата или сестру, или вы убеждаете другую страну. Это всё то же самое. Важны не столько сами каналы доведения информации до людей. То есть не столько медиа сами. Мне кажется, это имеет второстепенное значение. Это больше относится к категории технологий, развития технологий. Нам важны смыслы, которые мы передаём через эти каналы. И вот здесь самое главное, здесь самое ответственное и самое сложное. Есть смыслы, которые должны консолидировать всю страну, всё общество. И мы чётко видим сейчас в нашем обществе эти смыслы. Самые влиятельные СМИ в мире, к сожалению, это англо-саксонские СМИ. То есть американские и британские. Вот кто бы что бы ни говорил. Но сейчас, поскольку они все развязали против нас ту самую войну, о которой мы с вами уже говорили, они живут в состоянии абсолютно военной цензуры. И самые уважаемые западные СМИ, газеты, телеканалы, интернет-ресурсы, печатные издания. Фактически, ну это на самом деле так, если называть вещи своими именами. Они получают прям указиловки, методички от своих спецслужб. Они получают сливы информации, которые в основном очень часто являются фейками. Специально, профессионально подготовленными фейками. И они впряглись в эту работу на круглосуточной основе. Нам нужно с ними конкурировать. Мы очень робко начали конкурировать, но достаточно успешно. Они абсолютно, не стесняясь, просто вырубили все наши СМИ из своей информационного поляны. И мы сейчас там не присутствуем. И даже вот этот самый международный, абсолютно транспарентный характер интернета нам не помогает, потому что его они там зачищают и все блокируют. Но это не значит, что мы должны останавливаться. И наш, хотя первый такой робкий голос международной пропаганды с хорошей стороны этого слова, он все равно слышен, он все равно востребован. А однобокая подача информации, которая исполнена русофобством, исполнена ненавистью к нашей стране, она постепенно начинает утомлять аудиторию даже у них в странах. Это очень интересное явление. Пока это, наверное, единичные случаи, но я уверен, что эти единичные случаи скоро станут тенденцией. Необходимостью убеждать кого-то мы с вами сталкиваемся и всем. Россия делала все, чтобы не допустить войны. Россия делала все, чтобы выйти на мирное урегулирование этой проблемы и политико-дипломатическими методами отстоять права Донбасса и жителей Донбасса.